А нет такого, чтобы нам начали завидовать в других регионах? Они мне сказали, что, конечно, это номер один, такого нет нигде. Такой ярмарки книжной нет нигде. Вот так новый министр культуры оценивает книжную ярмарку. До этого на кряк он ходил в качестве гостя. Теперь же он впервые в роли организатора. Но и сейчас не упустит возможности купить несколько бумажных книг. Разворачиваете? Это непередаваемое ощущение. Я думаю, что вы любите так. Я могу себя заставить, если необходимо, с электронного устройства читать. Но в любом случае мне такой вот вариант бумажной книги, он еще долго, наверное, не заменит. Красноярцы от министра не отстают и тоже скупают книги пачками, сумками, а то и килограммами. Причем как новое издание, так и не выходящее из моды классику. Народ приходит разный, поэтому берут абсолютно все. Очень хорошо берут, вот сейчас вот Дина Рубина, это вот ее последняя новинка Наполеона Фабоса. И «Мертвые души». Берут в основном бесы и преступления и наказания. Раскольников, почему вы убили старушку из 20 копеек? Опять старушек, это уже рубль. Книжная ярмарка – это не только книги и их покупка, но еще и много выставок и арт-объектов. Сейчас, кстати, мы находимся внутри одной из выставок, но, правда, понять это сложно, потому что вокруг одни тележки из супермаркета. Эта выставка называется «Артефакты грядущего». Так 20 художников представляют нашу жизнь в этом самом грядущем. А вот в детской зоне понравилось не только детям. Инспектировали площадку глава города и заместитель губернатора. Литературу здесь можно послушать, посмотреть и даже потрогать. Мне понравилась цитата очень. Любовь есть бескорыстное чувство. Улица с односторонним движением. Вот это для меня самое удивительное. Здесь книгу можно почувствовать, понюхать. Очень интересно мне, как пахнет книга «Вкусная здоровая пища». Правда, я не дотянусь. Вов, давай ты. Плов. Плов? Красноярская выставка книжной культуры продлится до 5 ноября. Успеете ее посетить. Алена Крашененко, Владимир Антонов. Новости ТВК.